виталий приветствую тебя традиционная встреча по вторникам обсуждаем рынки технически фундаментально говорим о ключевых событиях наиболее интересных движениях сегодня можно обсудить данные по нон фарм пирлс которые вышли в минувшую пятницу отчет может быть по идее мог бы оказать более значительное влияние на определенные тренды на финансовых рынках но есть то что есть данные которые мы получили пятницу я думаю что однозначно слабые ты с этим согласен или тебя другая точка но по поводу нон фарм пирлс по поводу инфляции да инфляция зашкаливает но там еще если смотреть на сезонность то это нормально то есть как бы вот увеличение как бы безработица вроде бы это плохо очень сильно да но с другой стороны если учесть тот факт сезонности то это как бы нормальная практика то есть оно возможно где-то там осенью стабилизируется как вариант то есть я бы больше смотрел на проблемы с инфляцией да вот пять получается пять прошлой неделе вышли такие два показателя вот если отметил первое это айси м пи м пай да мануфактуринг вышел он получается сорок семь шесть ожидали сорок семь да то есть он уже выше как бы все для поднятия ставок да но не сильно там но в принципе он вырос потом еще такой момент вот по поводу PCI инфляции еще называют индикатор инфляции павла да то есть он вроде бы как бы без изменений вышел но если учесть посмотреть внутри на структуру этой инфляции то там у нас есть рост то есть рост цен на услуги он ускорился на 0 4 процента то есть это это достаточно плохо для того что для понижения ставок то есть павел как раз вот когда он выступал у джексон холли на позапрошлой неделе если не ошибаюсь да то он как раз был такой говорил там вот инфляция там падает именно вот этот момент отметил но как видим он ускорился на этой неделе поэтому это как бы и видимо по реакции на рынках да то есть если взять четверг пятницу вот именно PCI вышел четверг пятницу вышел вот этот пм пай и рынки показали реакцию то есть индекс доллара показал хороший рост поэтому здесь сейчас вот такая ситуация с фундаментальной точки зрения слушай но я частично с тобой согласен но отчасти в целом я что считаю что те данные которые вышли вышли в пятницу по американскому рынку труда это на мой взгляд однозначно плохие данные ну что что да на сезонность можно делать скидку но если сезонными фактами объяснять какое-то локальное украшение фундаментального фона то тогда мы в принципе никогда не увидим плохую статистику на мой взгляд объективно то что происходит сейчас количество новых рабочих места ниже двухсот тысяч я помню еще по классике анализа экономической теории что данный показатель нужно интерпретировать с точки зрения вот абсолютных значений 200 тысяч и выше это хороший показатель ниже двухсот тысяч это плохой три месяца подряд ну да есть определенные вопросы почему так все-таки такая вялая динамика роста уровень безработицы как ты верно отметил да действительно прибавил ну целых три десятых процента с 3,5 до 3,8 процентов темпы роста заработных плат в частности здесь снижение с 4,4 до 4,3 процентов поэтому согласен будет очень интересно посмотреть на счет по инфляции ждать осталось недолго по сути уже следующей неделе 13 сентября вроде бы как когда выйдут данные августовские и все вот эти компоненты которые ты перечислил которые выходили до этого в том числе еще да еще и во вторник если не ошибаюсь вакансии да там тоже снижение в принципе до четверга если так смотреть то в принципе поток новостей был плохим и в принципе индекс доллара показывал как раз первую половину недели прошлой снижением да потому что поток информации в принципе согласен с тобой он такой плохой да но вот именно четверг пятница вот эти данные они показали обратную реакцию трейдера почему-то да интересная реакция была потому что что что-то объективно индекс доллара уже на новых локальных максимумах 104 35 и прям ничего его не останавливает абсолютно ничего выходят данные разного формата содержания при этом он плюет на статистику и растет и на плохих на хороших датах самое интересное что если опять же сделать отсылку на какие-то субъективные рассуждения о том что будет делать фрс на ближайших заседаниях а положиться на инструмент предводчету который оценивает вероятность повышения процентной ставки после всех вот этих данных которые были опубликованы вероятность повышения процентной ставки она снизилась но в сентябре она была и так прям около можно сказать нулевой но я немножко преувеличиваю потому что там значение было около 17 процентов сейчас ниже десяти процентов но цифры в районе 20 25 процентов мне кажется может сказать что нулевая вероятность того что что-либо изменится процентной ставкой в ноябре следующее заседание когда все-таки трейдеры допускали что фрс может сделать шаг еще повысить процентную ставку на 25 байсных пунктов вероятность снизилась с сорока по моему шести процентов которые мы видели в прошлый понедельник вот до текущих тридцати двух процентов это как минимум доказывает то что сейчас рынок очень чувствительны каждому отчету который выходит и до следующего заседания федеризирова даже до выхода данных по инфляции на следующей неделе каждый отчет это прям ремарка для тех кто следит за статистикой должен прям внимательно анализироваться интерпретироваться потому что каждый отчет его ни в коем случае не нужно недооценивать каждый релиз влияет на вероятность повышения ставки но сейчас ситуация такая что по этому самому инструменту fad watch tool большая вероятность того что американский регулятор не пойдет дальше с ужесточением денежно-кредитной политики и оставить ставку на том уровне на котором находится сейчас давай к демонстрации крана перейдем как раз индекс доллара открыт текущей котировки сто четыре точка тридцать пять но восходящая динамика она опять же очевидно доллар игнорирует все плохие отчеты которые вышли отдельный компонент релизы и почему-то умудряется на этом пони расти я допускал что в пятницу под конец недели а этот рост мог быть частично связан с фиксацией сделок перед длинными выходными ну потому что понедельник еще день труда и может быть все решили уже как-то окешиться и не сидеть в этих позициях но сегодня мы видим по мере возвращения трейдеров интерес к доллару сохраняется поэтому лично для меня вот эта реакция является ну прям крайне нелогичный ну да можно было бы объяснить рост доллара например сильным отчетом по нон фарм пэрлс потому что в этом случае можно было бы предположить что филипцизировать теперь куда больше оснований или возможностей фундаментальных чтобы не останавливаться на текущем этапе выкатить еще одно решение по процентной ставке что ждать теперь как я уже отметил нужно уже дождаться объективного отчета по инфляции прям конкретно что произошло с инфляцией с базовым индексом потребительских цен с основным индексом потребительских цен это следующая неделя но у нас будет еще не эфир буквально за несколько дней до выхода данных по инфляции поэтому если картина изменится конечно же с тобой вместе прокомментируем что там происходит пока что лично на мой взгляд рост доллара нелогичен и я думаю что тенденция она в любой момент может быть изменена и инициатива соответственно может прийти к продавцам так золото 1937 долларов за тройскую консуль ранее активно рекомендовал золото покупать потому что было прям буквально все для того чтобы золото росло это снижение доходности облигаций это сантимент который зашкаливал прям пока показатели было больше 80 процентов находились шортах и рынок шел прям против толпы я очень ждал отчета от американской комиссии по торговле товарными фьючерсами cfc потому что хотелось понять что за неделю сделали институционалы проявили ли они интерес к золото на этом ралли или все-таки еще освеживаются и хорошо что хеджеры тоже начали скупать золото на том ралли которое случилось сейчас котировки ну около локальных максимум мы держимся хотя я сегодня на своем брифинге рекомендовал пока что оставить золото покоя потому что уже все неоднозначно то есть сантимент развернулся это не такие качественные показатели как были на прошлой неделе сейчас расстановка сил расскажу даже ну примерно 55 на 45 я как правило вот такое позиционирование не торговлю ну потому что почти 50 на 50 то есть рынок еще не знает что будет дальше потому что может быть из-за последних данных но он фармпэйлс немного запутался доходность облигаций сегодня у нас подрастает это видно что и доллар тоже растет поэтому пока что больше факторов сейчас за то чтобы золото снижалось локально но у меня рука не поднимается зашортить золото потому что я прям уверен что в любой момент как я уже отметил на рынок могут вернуться продавцы по доллару и тогда оттолкнуть золото уже к новым локальным максимум я буду ждать хороший сигнал от индекса настроений пока что этого сигнала нет новых позиций не открываю но долгосрочно я думаю что золото с большей долей вероятности вот с текущих уровней если посмотреть на вот эти серые зоны верху внизу и по центру где находится с большей долей вероятности золото пойдет к двум тысячам нежели чем вернется там ниже 1900 долларов за тройку уже так и рынок нефти который балует покупателей 89 мы уже по сути видели 90 долларов рукой подать и мы знаем что ралли которое произошло по рынку нефти на прошлой неделе она полностью была основана на конкретном однозначном фундаментальном фоне вот не хватает такого однозначного фона по сша на рынке нет все понятно если кто-то снижает предложение значит это позитивно влияет на котировки и кстати детали новых параметров сделки опек плюс вроде бы как должны быть оглашены на этой неделе но кулуарно есть уже инфа что россия дополнительно снизит добычу на 300 тысяч баррелей саудовская райя вроде как планирует продлить добровольное сокращение производства нефти до конца октября но я думаю что в конечном счете они продлятые до конца года в текущих условиях да есть возможность говорить о значительном снижении предложения которое будет дальше происходить от месяца к месяцу но китай я не уверен то что сможет прямо обеспечить все производимое количество нефти вот достаточно показателями спроса потому что сегодня кстати вышел отчет в сфере услуг китая по активности и показатель снизился 54 1 до 50 1 и 8 но ремарка что все равно он остался в зоне роста выше 50 пунктов поэтому может быть китай тоже списывается счетов не стоит я также хочу обратить внимание что сегодня поздним вечером будет отчет от американского института нефти а завтра еще официальные данные по запасам нефти от администрации энергетической информации если как и на прошлой неделе мы в обоих случаях увидим снижение запасов то пожалуйста для рынка нефти будет еще дополнительный краткосрочный факт поддержки мои цели по бренду я не сомневаюсь в том что пойдем выше 90 долларов и там уже будем метить на 95 и круглую там за всем план 100 долларов за баррель вот на этих по сути двух идеях я пока что останавливаюсь не добавляю список другие рисковые инструменты валютного рынка потому что неоднозначная ситуация по доллару не хочется прям попасть особо просак по другим активам тоже виталий слова тебе видно рабочий экран а как грузится теперь видно так ну фундамент мы скажем так обсудили здесь как говорится пока нету однозначности до каких-то четких да потому что и такая статистика и такая появляется поэтому сложно что-то сказать по поводу техники здесь тоже очень такая картинка по индексу доллара ну я конкретно проанализирую евро доллар это зеркально все у меня были еще какие-то скажем в видение рынка что возможно индекс доллара пойдет на снижение евро доллар вверх так как мы находимся на на такой трендовой линии они говорил ранее мы от нее отбились был вариант что мы еще возможно отобьемся с текущих и на этой неделе но я так не сильно верил но были попытки такие так видеть рынок но сейчас я больше склоняюсь к тому что все таки мы будем идти к тем целям когда которых я ранее говорил что индекс доллара скорее всего будет идти на сто шесть да и евро доллар в район 106 105 и скорее всего мы мы туда пойдем поэтому мои рекомендации будут это на продажу евро доллара с текущих возможно будет какой-то еще краткосрочный рост вот как было на прошлой неделе там вы возможно там на текущей неделе какие-то новости там локально день-два подрастет но все-таки я бы все время шортил евро доллар с целью минимум 106 и дальше 05 а дальше уже по факту будем смотреть на что там будет но аналогично если вы там шортить обязательно с какими-то условия условиями риска потому что вот был у нас такой разворот один по евро доллару это где-то в марте текущего года вот здесь когда тоже вот давайте чуть увеличу получается вот так мы болтались где-то пол месяца туда-сюда то есть вот вверх-вниз вверх-вниз и не исключаю что может быть и сейчас такое по евро поэтому будет много таких ловушек и в принципе я немножко попался на такую ловушку и нужно быть осторожным так как евро пока одно рисует да дальше вдруг поменяется ситуация и мы дальше будем рисовать покупки все таки да вот появится все таки реакция здесь в этом районе будут откупать сильно евро и в таком случае возможно там где-то неделька две и я изменю свое мнение да вот как бы вот так я вижу по евро доллару пока продажи индекс доллар аналогично покупки с целями 1 05 индекс доллара 106 с откатов если будут я бы дальше продавал евро доллар возможно глубокие какие-то откаты будут но все-таки я вижу пока продажи аналогично пара фунт доллар здесь я бы тоже продавал ее здесь такие сочные цели где-то в район как минимум 1.23 возможно и пониже в район там 1.20 ну возможно туда и не дойдем но в 1 на 1.23 есть куда падать поэтому фунт доллар пока мы находимся вот ниже вот этой трендовой который отрисовал ниже локальных максимум которые были у нас в августе это в районе там 1.27 с половиной 1.28 пока мы ниже этого всего я бы пока только продавал фунт доллар аналогично как евро доллар скажу так что ситуация такая немножко корявая так как не сильно люблю когда инструменты ходят туда-сюда без каких-то явных накоплений поэтому нужно быть очень осторожным здесь есть небольшое накопление как и по евро доллару возможно еще там завтра будет какой-то откат там смотреть как будем закрываться и дальше наращивать продажи что касается других инструментов у меня в принципе там аналогичная ситуация там все пока не очень так смотрится и понятно что куда пойдет по поводу золота мне кажется что золото как вариант может тоже скорректироваться где-то на долларов 15-20 перед возможным ростом или даже на более там как-то сильно обвалится даже смотрел сегодня на серебро на прошлой неделе были попытки его шортов несколько раз и в принципе мы пошла реализация в принципе неплохая серебро почему-то валится золото еще пока придерживаю но оно более такое как хеджевый инструмент нежели серебро но все-таки на заметил что серебро последнее время оно так более быстро куда-то уходит что наверх золото потом подтягивается что вниз и так далее поэтому вот если делать аналогию и видим что где-то в этой области 1950 у нас есть какой-то уровень сопротивления да он здесь коряво но я бы там рискнул аналогично золото продавать на на ближайшую неделю а там уже по факту посмотрим на ну и по другим инструментам в принципе так у меня мнения никакого нету вот я бы с этими работал и то очень аккуратно так как Виталий спасибо за точку зрения следим опять же на этой неделе каких-то супер значимых релизов не будет ждем уже инфляцию на следующий следим за тем как развиваются события по индексу доллара я думаю что ну когда-то все-таки ясность должна прийти и ФРС должен уже определиться тем что он будет делать с процентной ставкой а не так что на каждой пресс-конференции говорить мы не знаем все зависит от статистики если декабрь вот хочется однозначности от них в том числе такой же как вот на рынке нефти чтобы была возможность проводить более качественные торговые идеи и сделки тебе большое спасибо что смог на те время подключиться обсудить со мной рынок для наших подписчиков аудитории тоже хорошего закрытия недели и хороших выходных спасибо это пока удачи пока спасибо Спасибо.